Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Самые простые вещи бывают зачастую самыми непонятными. Такая беда, приходится с горечью констатировать, коснулась величайшей книги, самой главной книги для православных христиан – Библии. Мы очень много в наших передачах цитировали, говорили о евангельских отрывках, о ветхозаветных отрывках, мы говорили о паремиях в нашей студии, но никогда не посвящали разговор целиком и полностью вот этому сакральному тексту Библии, что это за книга. А между тем, для современных православных христиан зачастую эта книга совершенно непонятна и можно говорить, что и не открыта вовсе. Поговорим об этой книге, об этом сакральном тексте с ректором Самарской духовной семинарии, с отцом Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка. Добрый день. Ну, для наших телезрителей, во-первых, скажем, что не все так печально с точки зрения миссионерской и просветительской работы. Сейчас на данный момент при многих храмах открываются катахизаторские курсы, священники читают лекции. Не будем скрывать, что в нашем клубе православной молодежи Татьянинцы ведется чтение и Ветхого, и Нового Завета. Совершенно уникальный проект, который возглавляете вы, который проходит на набережной около Софийского собора, недалеко от Ладьи. Под открытым небом читается священное писание, когда могут присоединиться даже прохожие, просто сесть и послушать о священном писании. Какие-то беседы, лектории и тексты становятся более понятными. Ну вот сегодня мне бы хотелось для наших телезрителей в целом, наверное, начать такой, как у нас повелось уже, трехпередачный цикл, цикл из трехпередач, из трех встреч, посвятить его Библии. Как памятнику литературному, как сакральному тексту, который в принципе вообще-то, ну как замечательно говорил преподобный Серафим Саровский, что христианин должен плавать в священном писании, как рыба в воде. Для него этот текст должен быть максимально понятным, максимально знакомым, он должен уметь его даже цитировать и так далее. Давайте начнем с каких-то вводных вещей. Ну, как правило, когда мы открываем книгу, мы понимаем, что Библия это не Дарья Донцова, которую можно читать на диване нога на ногу, там, извиняюсь, в нижнем белье, попивая чаек. Все-таки этот текст требует определенного пиетета и уважения. И, как правило, когда мы открываем книгу для нас незнакомую, мы открываем ее с обложки, смотрим, да, кто автор, открываем, смотрим предисловие какое-то. Но вот в Библии предисловия нет, автора надписанного нет. И вот хочется, наверное, разобраться с этим. Кто же автор Библии, автор с большой буквы и авторы с маленькой буквы? Ну, здесь, да, мы, я так понял, касаемся, наверное, одного из самых ключевых вопросов библистики и, наверное, достаточно сложного. То есть, по крайней мере, для Восточной Церкви однозначно вот такого прямо решения, знаете, как у нас бывает некоторое вечно прописанное, догматизированное. Вот с тем, что называется богодохновенностью Писания, на Востоке, кстати, вот нельзя сказать, что есть какое-то там, не знаю, соборами утвержденное конкретное решение. Причем интересно, почему. То есть, в принципе, у нас какие-то такие кристальные формулировки рождаются, как правило, в спорах. Вот у Вселенской собора, да, появляется какая-то ересь, нужно ответить на этот вызов и отцы там формулируют. Никто на Востоке как-то серьезно не оспаривал, да, богодохновенность Писания, то есть того факта, что в глобальном смысле... Давайте разъясним для наших зрителей богодохновенность. То есть, под этим обычно понимается тот факт, что, как вы сказали, автором с большой буквы является сам Бог. То есть, книги написаны, конечно же, людьми, естественно, но под воздействием Святого Духа. И вот степень участия Святого Духа, степень этой богодохновенности, да, как-то специально на Востоке никак, так широко, может быть, не обсуждалось и не регламентировалось. Запад, конечно, особенно в период реформации, когда встал заостренно, да, встал вот этот вопрос, потому что появившиеся протестантские динаминации, они вот опирались только на Библию. И как раз вот этот вопрос, только ли Писание, или Писание и Предание, как раз на Западе действительно стало темой для очень таких горячих споров. И там было важно подчеркнуть, особенно на первых этапах протестантам, да, что вот им достаточно только Священного Писания, что это прям документы, написанные прям самим Богом непосредственно. И там появляются разные теории богодохновенности. То есть самые такие радикальные, это теория божественного диктанта, да, что просто человек исполнял лишь роль, как бы мы сказали, инструмента, да. То есть просто он фактически отключался, и в состоянии некого транса, да, непосредственно Дух Святой ему диктовал. То есть человек просто водил пером, там, каким-то другим инструментом. Ну, это самая, наверное, такая радикальная, сейчас мало кто придерживается даже среди там фундаменталистов-предстантов, хотя еще можно встретить, да, такую точку зрения. Там еще ряд вот таких, этого крыла теорий, которые обсуждали степень вот этой отключенности человека, да. То есть был ли он в трансе и вообще сам ничего не понимал, просто Дух Святой брал и им как инструментом, да, водил по пергаменту. Либо он не был в трансе, все-таки был в сознании, но ему прям диктовал Дух Святой, да, ему там сознательно принимать, но слово в слово, до последней буквы, до последнего знака припинания. То есть есть такая версия или, да, там, частичного такого диктанта, когда, ну, скажем так, все-таки уже воля самого автора чуть-чуть просматривается. Но настолько в узком каком-то таком, значит, спектре, что вот если есть возможность выбрать вот конкретную мысль, выражая из нескольких синонимов, то тут Дух Святой как бы дает ему свободу. Но в целом, в основном, это все продиктовано достаточно, так сказать, подробно. На Востоке таких споров, как вот на Западе в связи вокруг Писания не было. С одной стороны, вот парадоксальная ситуация, никто не спорил, что книги богодухновенны, начать с того, что это написано в самом Писании. То есть сказано, все Писание богодухновенное. То есть это уже, да, говорится в Новом Завете. То есть это как бы и самого Писания следует. Но границы этой богодухновенности на Востоке никто специально так подробно не обсудал. В принципе, до 20 века, когда мы как стали включаться в какой-то общий мировой такой богословский процесс, появились первые общеправославные какие-то богословские конференции глобальные, это вот начале 20 века, да. Вот тогда этот вопрос начинает подниматься. До этого, с одной стороны, никто не спорил, что автором книг является Дух Святой. То есть, с другой стороны, где вот эта тонкая грань участия самого бога и соучастия людей, потому что эта книга написана и Духом Святым, и в той же самой мере, наверное, людьми. Ну, то есть правильно я понимаю, что нам надо вообще выяснить механизм, если это вообще... Ну, то есть протестанты пошли вот, собственно, этим путем, они пытались каким-то образом, логически, рационально представить механизм воздействия Духа Святаго на человека. Не только протестанты, католики тоже сначала придерживались. Сейчас, конечно, католическая теология, она на этом не стоит, вот. То есть, вот как православная церковь мыслит себе вот это воздействие? Я попытаюсь, опять-таки, единого сказать, что она мыслит единым образом, нет. Просто, да, два слова. То есть, католики тоже. На Триденском соборе, например, в 16 веке было, как раз звучала похожая тоже фраза, что-то было буквально продиктовано, а уже к 19 веку, там, к, значит, Первому Ватиканскому уже как-то не было таких. Уже появились другие термины, как вдохновение, некое другое влияние. То есть, степень влияния разности. Просто продиктовано до последней буквы или все-таки нет, это какое-то другое. На Востоке некоторые из восточных богослов, в принципе, стоят на позиции, что, ну, мы признаем Бога вдохновенность, и нам не обязательно даже, вот, как вы говорите, понять механизм ее, ну, потому что это, может быть, невозможно. Но те, кто пытались, там, здесь Георгий Флоровский, да, и ряд других 20 век таких светлых умов, как-то себе это видели в, ну, в преломлении через Халкидонский догмат, то есть это Четвертый Вселенский собор, который установил соединение природ во Христе. Он сказал, он ничего не сказал про то, как соединены природы во Христе, он только сказал, как не, только слегка нас, так сказать, обезопасил, да, от ошибочных, откровенно ошибочных выводов. То есть, не слитно, неизменно, там, не раздельно. И вот то же самое примерно здесь. Мы не можем сказать, что человек вообще ничего своего не внес, что он просто был отключен, да, это, скорее, тоже апофатика, что, и с другой стороны, мы не можем сказать, что это была чисто человеческая книга, которая, ну, то есть, есть крайне либеральные, вот есть крайне радикальные теории такие, да, буквалистские, есть теории крайне либеральные, где говорится о том, что, ну, Дух Святой только, может быть, немножко усиливал личные качества самого писателя, как его талант поддерживал. Ну, то есть, это не полностью бог вдохновения, а, так сказать, что-то очень отдаленно напоминающее. Вот золотая середина, где-то, как всегда, это царский путь. То есть, с одной стороны, мы действительно утверждаем, что Дух Святой действительно основное содержание, смыслы, которые есть в Писании, он этими смыслами озарял этих писателей. Дух Святой совершенно точно ничего у них не отключалось, и это видно просто даже по стилистике, потому что совершенно разными людьми писалось, которые писали на разном языке, ну, в смысле, они могли писать на одном языке, но в разной стилистической такой реальности. Одни люди попроще, другие более образованные, одни ближе к тому, что можно назвать профессиональным историком, как Лука, который видно, что он просто действительно работает как историк, он берет документы, обрабатывает их, тут постановление первого апостольского собора, целиком туда включает, вот, то есть, мы считаем, как, в общем-то, исторический труд, с отсылкой даже к более ранним, вот, это абсолютно разные люди, у них разная аудитория, они писали для разных, значит, общин, тот же Павел, у него одна аудитория, то есть, совершенно, и они четко понимали, какая у них аудитория, они и свой язык, и все остальное, талант, весь свой они использовали. То есть, вот, это, вот, как бы то, что православные богословы в 20 веке пытались сформулировать, крутится вокруг Халкидонского вороса. То есть, мы как-то вот, ну, так же, как, может, и по эйфористе, да, мы тоже отчасти говорим через этот орос, потому что, с одной стороны, понятно, что тело крови в Христосе, в другой, там, хлеб и вену. Ну, можно ли здесь иногда вот иконографию, иконопись называют священным писанием в красках? Я в свое время, когда защищал диплом в семинарии, у меня он как раз был по теме канон, иконописный канон и творческая свобода автора в иконе. То есть, мы понимаем, что, например, икона Владимирская, икона Божьей Матери, например, написанная Рублевым, там, Ушаковым, это разные, ну, то есть, мы видим, мы можем найти какие-то отличия, но при этом мы видим некий канон, который их структурирует. То есть, мы видим, что творческая свобода, творческое самовыражение автора присутствует, но дух дышит и где же хочет, и как происходит вот это вот дыхание, его рационально разложить нельзя. Я бы сказал так, что механизм точно вот положительно, да, сказать мы не можем, но я скажу действительно апофатически. Это не устраняет людей от участия, и это не исключает действия святого духа. Это вот как-то скорее не. И логично, мне кажется, здесь будет сказать немножко о структуре священного писания. Мы знаем, что книги делятся на четыре, как бы все книги Ветхого Завета, все книги Нового Завета делятся на четыре большие категории. Вот, и, в принципе, вот, может быть, как раз в этом делении на категории можем говорить, что где-то, если это книги пророческие, да, такие профетические, которые действительно требуют от человека максимальной разумкнутости в сторону Бога, то есть Господь ему сообщает то, чего он, в принципе, знать не может, ну, например, с Моисеем, да, как творился мир или вещи, которые происходили вообще до жизни Моисея. Или которые будут происходить. Или будут происходить в будущем, да. То есть вот давайте поговорим о структуре, потому что, опять же, многие Библию, как бы, под Библией подразумевают Новый Завет, когда говорят Библия, спрашивают, что же такое, какое место вообще занимает Ветхий Завет, стоит ли его вообще читать, или как бы, раз он Ветхий, значит, его надо отложить. Какова структура Библии? Ну, надо понять, что каждый, кто берет эту замечательную книгу в руки, да, он сталкивается с тем, что это не одна книга. И не две, и не три. Это 77 книг в нашем православном издании, включая 11 не канонических. То есть, если человек попадет в русскоязычное издание, изданное предстанту, он может удивиться, а веритя там только 66. Потому что в Ветхом Завете есть книги, там, всего 50. Из них 39 канонические, и 11, мы называем их неканонические, католики называют второканонические, предстанты их не печатают вообще, потому что они ориентируются на еврейское издание Ветхого Завета. То есть, понятно, что Ветхий Завет – это то, что называется в иудаизме Танах, да, то есть, состоит из трех частей Тора, закон Набиим, пророки, и Китубим, писание. Вот, так вот, там нет 11 книг, которых нет на еврейском, не сохранилось, но они есть в греческом переводе, в Септуагинте. И как бы мы их печатаем, католики печатают, ну, вот еврейское издание, предстанты на его ориентирующиеся, они не печатают. Это Маковейские книги, например, да, это достаточно поздние, в принципе, самые поздние книги Ветхого Завета, ближе к новому. Ну, вот, и в целом это, да, это сборник, это сборник из 77 книг, причем размер их тоже, это удивительно, это или огромные тексты, такие, как Исария, 66 глав, да, то есть, просто это один из самых больших текстов, или это какие-то письма уже Нового Завета, где это действительно письмо маленькое, как Павел пишет, ну, не знаю, послание к Филимону, да, то есть, это очень частного характера письмо, которое просто прочитывается, ну, то есть, вот, коротенькая, я бы сказал, даже записка, это не вот пространное письмо, а такой вариант эпистолярного жанра. И это все называется книгами, поэтому мы говорим 77 книг, просто это не выглядит, как 77 таких кирпичей, томов. Книга, как отдельное произведение. И, соответственно, да, она может быть 66 глав, и может быть, как одно письмо на одну страничку. И все это, поэтому, умещается, в принципе, в один внушительный, но все-таки один том, там, 77 книг. И структурно они, конечно, в первую часть разделяются на Ветхий Новый Завет, ну, это достаточно очевидное деление, то есть, в Ветхий Завет все, что было написано до Христа, и так или иначе, как бы, о нем все равно. То есть, это парадокс, но вот не у всех это ощущение складывается даже в результате прочтения, то есть, там, потому что, ну, если ты читаешь, как сказать, особенно без какой-то руководящей роли, просто сам у тебя попался текст, вообще очень сложно, да, бывает человеку, то есть, как-то вот не читая особенно, вот чем важны наши какие-то групповые чтения, да, занятия, но они помогают войти, потому что человеку просто дали текст, и порой это, ну, не всегда полезно, иногда даже может быть вредно. То есть, опасно эту книгу читать так, как будто ты вообще первый человек на земле, которому она в руки попала. До тебя никто не читал, никаких объяснений, комментариев не оставил. Если бы я, можно я вас перебью, я бы хотел, чтобы у нас логика нас подвела к третьей нашей встрече, я думаю, что в самом конце мы поговорим о том, как правильно читать священное писание. И вот, поэтому, даже в результате прочтения у человека возникает ощущение, что некое нагромождение, особенно Ветхий Завет, там очень много всего, там, это исторические книги и правительские, но если, так сказать, уже внимательно к этому подходить, да, и через призму церковного опыта, то будет очевидно, что и Ветхий, и Новый Завет, они о Христе. Только Ветхий Завет, он о Христе, как бы, в предощущении, в пророчестве, да, в ожидании, а Новый Завет, это уже более, там, очевидно, да, это исполнение. Это, не помню, кто из святых отцов, вполне возможно, что Иоанн Златоуст говорил о том, что Новый Завет скрывается Ветхом, а Ветхий окончательно раскрывается в Новом. Совершенно верно. И, ну, вот, кроме того, что это уж если сказать, там, одним словом, что это и то, и другое, так или иначе, о Христе, есть определенная, как вы правильно сказали, такая структура, все-таки книги разные и по жанру, и по, скажем так, каким-то, ну, оттенкам, и обычно делят, знаете, такая классическая схема, делят на четыре части, законоположительные, главные, основные, но для Ветхого Завета это пяти книжек, первые пять книг, самые ключевые, то, что называется, как раз, у евреев Тора, да, и для Нового Завета это Евангелие, то есть тоже главные, самые главные книги, где вот основные смыслы. Затем это книги исторические, в Ветхом Завете их больше, там, Хроники, Паралипоменон, там, книги Царств и так далее, и так далее, но, знаете, книга историческая всего одна, мы ее сейчас как раз читаем на Набережной, в том числе, это книга апостола-евангелиста Луки, Деяния апостольские, это история первых десятилетий христианской церкви, это первых, там, может быть, четырех десятилетий, где-то так, вот, и затем это книги учительные для Ветхого Завета, это псалтирь, это притчи, это такие вот действительно нравоучения, для Нового Завета это послания все, Павлова и не только, ну и, конечно, это пророческие книги, в Ветхом Завете их очень много, потому что пророчество – это одна из главных черт, и пророческое, профетическое служение – это одно из главных служений Ветхого Завета, вот тех, кого называли Наби, да, или Набиим в множественном числе, Наби – это один пророк по-еврейски, для Нового Завета, как бы, оно уже, Новый Завет и сам по себе уже является исполнением тех пророчеств, которые были в Ветхом, но все-таки, да, мы еще живем в исторических реалиях, и нам есть куда смотреть вперед, и в Новом Завете есть одна книга – «Апокалипсис. Откровение Анны Богослова», которая является, ну, совершенно очевидно пророческой, которая говорит о конечных судьбах мира, уже о совсем, так сказать, о том, что мы называем эсхатон, о конце, поэтому, в принципе, в эту структуру укладываются, действительно, эти группы, они выявляются и в Ветхом, и в Новом Завете, просто Новый Завет, там, количество, ну, вообще поменьше книг, там, 27, да, вместо, там, если Ветхом – 50, поэтому, вот, и, конечно, они будут совершенно разные по стилю, по пророческой книге, совсем отдельная история, то есть это зачастую просто, там, потом фиксировавшаяся устная речь пророков, многие пророки были, вряд ли они писали сами, там, там, с них были и простые пастухи, и люди более образованные, совершенно разные, кого Господь призывал, буквально, да, и человек, действительно, уже вещал, так сказать, да, его волю. Собственно, даже в Новом Завете, пророк Нового Завета, главный Иоанн Богослов, сам-то грамотным не был до конца жизни, по преданию он диктовал, он писать так и сам и не умел. Под конец нашей сегодняшней беседы хочется еще один вот вопрос задать. Прозвучало уже то, что люди определяют, значит, вот эти книги мы не возьмем, вот эти книги мы возьмем. Если вот, ну, кратко сформулировать, вообще мы читаем-то Библию, ту, которая была изначально, или же тогда по какому принципу, и почему вообще люди к этому сакральному тексту дерзают подступать таким образом, что эти книги мы возьмем в канон, эти книги мы объявим неканонические, или там второканонические, эти книги мы вообще назовем апокрифами. Вот как это происходит? И почему вообще это возможно? Дело в том, что, да, как бы мы не ценили этот текст, все равно мы, когда мы говорим, да, о том, что первичный, там, текст или все-таки церковь, в которой живые люди, и Дух Святой живет все равно, то, конечно, первичная церковь. Потому что сначала все эти книги были устным преданием. И понятно, что никаких вот этих вот посланий Павла не было, пока он их не написал. Он проповедовал устно, там, те же евангелисты свои воспоминания оставляли сначала устно, и потом они начали фиксировать. И когда эти тексты фиксировались, а это было в течение первого же поколения церкви, допустим, мы говорим о Новом Завете, все-таки важнее для нас, в первую очередь, с ветхозаветным канонам истории там еще сложнее. То есть это раньше еще было, да, и там, ну, то есть мы сейчас не охватим, потому что там вопрос даже вот еврейского текста и греческого, это там немножко два разных текста получается. Снова за это все более понятно. Действительно, люди этого же поколения, хорошо очень знавшие устно предание, да, буквально, они могли сопоставлять. Я так понимаю, что этот отсев производился церковью, и если появлялся какой-то текст, который явно был не о том, о чем говорили живые апостолы, он не мог прижиться в церковь. Там нельзя было обмануть, нас можно сейчас легко обмануть, тогда было обмануть гораздо сложнее, и церковь производила этот процесс рецепции. И то, что было явным подлогом, то, что тогда еще можно было проверить, были живы еще некоторые апостолы, можно было узнать, писал он вообще это письмо или нет. И там есть целый, это отдельная тема, история канона, она достаточно хорошо изучена, по этапам прям, и в принципе с каноном Нового Завета все более-менее, ну, оптимистично выглядит. То есть мы видим, что он достаточно рано складывается, по крайней мере церковь никогда не сомневалась, что именно эти четыре Евангелия, по Евангелиям вообще никогда не было сомнений. Сомнения были по отдельным посланиям, в некоторых частях церкви. Церковь все-таки очень большая, тогда не было других социалистов коммуникации, и в одном регионе эта книга была уже известна, это послание, а в другом чуть позже, и поэтому мы разные списки иногда находим канона. Но в конечном итоге проходит какое-то время, коммуникация устанавливается, и церковь выносит общее церковное суждение, уже когда вся вместе, что вот эти книги являются каноном. И здесь это очень важно, в том числе и в нашей полемике с нашими западными партнерами, потому что протестанты, для них это единственный источник авторитета, писания, но при этом вопрос о том, откуда оно появилось, и кто им сказал, что именно это ваш священный текст, такое ощущение, что некоторые из них честно думают, что он просто сам на них упал с неба, Господь как-то лично ему его дал. Когда ты говоришь, что эта церковь определила то, на что вы опираетесь, а саму церковь вы отвергаете историческую. А это очень странное, какое-то на границе за фредни расхождение, потому что говоришь, откуда вы его взяли? Ну, он Богу вдохновенный, Богом продиктован. А отбирали это книги? Почему вы решили, что первое Евангелие Якова, например, это апокриф все-таки, и вы его не используете? Ну, так кто-то когда-то сказал. А это сказала историческая церковь, там, первые века. И поэтому вне опыта церкви, вне невозможного понятия. Отец Максим, спасибо огромное. На сегодня мы заканчиваем. Для наших телезрителей мы поясним еще раз, что мы будем встречаться еще два раза, помимо сегодняшней нашей встречи. И в следующий раз мы поговорим о национальных языках, вообще чтении священного писания на различных языках, о переводах. И, ну, конечно же, мы коснемся сакраментального вопроса, с которого начинают, как правило, все либерально настроенные атеисты, и там, и так далее. Что, с чего вы взяли, что Библия, которую мы читаем, написана так, как она была действительно написана, мы же ее знаем в переводе, там было тысячи искажений, и так далее, и так далее. Поговорим об этом в следующий вторник. На сегодня я вас благодарю. Храни всех вас Господь. Присоединяйтесь в следующий вторник. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин